Анна Лебедева увлекается фотографией более семи лет. Сначала фотографировала практически все. Со временем стала отдавать предпочтение съемке детей, в том числе и новорожденных. Появившаяся в сети интернет информация о введении ГОСТов на съемку младенцев, ее как фотографа с одной стороны обрадовала. Значит, эта сфера деятельности востребована. Но некоторые требования вызвали у нее сомнения. Это то, что фотограф должен раз в год, по-моему, повышать свою квалификацию. Поэтому вопрос, в каких учреждениях, где эти учреждения у нас в России есть, непонятно. Требований к фотографу, оборудованию и месту съемки в документе много. Фотограф должен быть старше 18 лет, несудимый и с медицинской книжкой. Реквизит должен быть изготовлен из гипоаллергенного материала. Также прописаны требования к температуре воздуха в помещении санитарной обработки. Анна считает, что большинство требований фотографы соблюдают априори. Сама перед съемкой я стараюсь дать рекомендации. Я отправляю рекомендательное письмо, где прописаны все пункты, какие родители должны выполнить для того, чтобы съемка прошла хорошо. Обязательными условиями являются температура в помещении. Я прошу подготовить элементарные средства гигиены для малыша, пеленки одноразовые. Если пупочек не зажил, перекись и ватные палочки. Мария Ирунич, как мама малышки Майи, считает, что большинство пунктов, прописанных в гости, действительно важны, так как направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка. С другой стороны, соблюдать строгие госты смогут далеко не все частные фотографы и студии. А те, кто выполнит все условия, непременно поднимут стоимость своих услуг в разы. К тому же, наличие таких жестких требований, как постоянное повышение квалификации в этой съемке и обязательно наличие медицинской книжки, я считаю, и так сократит количество фотографов в нашем городе, по крайней мере, которые занимаются вот этой съемкой. Новые требования должны вступить в силу с 1 января 2020 года. В связи с большой волной негативных отзывов по ГОСТам для фотосъемки младенцев, документы отправили на доработку. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.